Согласно данным отчета Организации экономического сотрудничества и развития состояния высшего образования год спустя пандемии COVID-19 2021 года, пожалуй, самым значимым трендом высшим образованием даже после COVID останется интеграция цифровых технологий в образовании. Это, конечно, не самое новое новшество. Университеты внедряют цифровые технологии уже на протяжении десятилетий, только процесс этот идет неравномерно, можно даже сказать медленно. Конечно, пандемия коронавируса ускорила некоторые процессы, углубила их. Однозначно можно сказать, что внедрение цифровых технологий выше образования открывает очень большие перспективы. И мы об этом говорим всегда на наших открытых тренингах, на наших программах повышения квалификации, а также в обучающих видео. Но мы также и говорим о том, что университетам необходимо снова взять в свои руки контроль над процессом цифровизации, а это означает обращать внимание на то, какие продукты цифровые они используют и отвечают ли эти цифровые продукты требованиям преподавателей, студентов, да и вообще в целом системы образования. Ну, а также основаны ли данные цифровые технологии на результатах научных исследований. Пока мы наблюдаем, к сожалению, иной тренд. Компании, производители вот этих цифровых технологий зачастую навязывают нам свою повестку дня. Но, к сожалению, у преподавателей и некоторых членов администрации университетов на сегодняшний день не хватает компетенции, чтобы критически посмотреть на такие технологии. Поэтому нам сегодня нужно как можно скорее подтягиваться по цифровой повестке, чтобы снова взять в свои руки контроль над процессом цифровизации и никогда уже больше его не упустить. Есть еще одна проблема, связанная с переходом на онлайн преподавание или преподавание посредством цифровых технологий на дистанции. Это, конечно же, финансовые аспекты. Вот канадские университеты посчитали, что для того, чтобы перевести один очный курс в формат онлайн, не потеряв при этом качество образования, необходимо как минимум 25 тысяч долларов. Но, как вы понимаете, такие бюджеты совершенно невозможны для маленьких университетов, региональных, нишевых университетов. Цифровые технологии приведут нас к появлению новых моделей обучения. Например, то, что мы видим сегодня, это уже достаточно активный тренд обучения на основе компетенции, но также и новых способов подтверждения качества образования. Здесь мы будем говорить про сертификаты и микрокредиты. Я думаю, что вы все обратили внимание на тот факт, что наши студенты после пандемии не очень-то сильно стремятся назад в кампус. А особенно это касается тех студентов, которые приходят на первый курс университетов вот уже, скажем, в это время или готовятся поступить в университеты, предстоящие осенью. И, конечно же, в связи с этим, опять-таки, повестка с альтернативной сертификацией, с альтернативными удостоверениями становится все более и более актуальной. Конечно же, сюда входят и микрокредиты. И если раньше мы говорили о том, что микрокредиты – это история больше связанная с повышением профессиональной квалификации или переквалификации, то сегодня достаточно популярны подобные мини-программы, которые предоставляют микрокредиты и в области дипломного образования. Даже появились отдельные партнерства университетов с компаниями образовательными, которые предоставляют вот такие вот краткосрочные курсы, ориентированные на нужды студентов, на развитие каких-то навыков, которые прямо сегодня требуются на рынке труда. Блестящим примером в этой связи является Coursera for Campus. Это платформа, которая возникла или была запущена в 2019 году незадолго до пандемии. И уже сегодня на этой платформе мы фиксируем более 4000 подобных партнерств между университетами и компаниями, которые предоставляют образовательные услуги и, в частности, небольшие интенсивные курсы, которые заканчиваются или оканчиваются, сертифицируются вот этими микросертификатами. Ну, это интересный очень тренд и весьма-весьма злободневный. Так вот, чтобы повысить свою квалификацию, мы приглашаем вас на нашу новую программу повышения квалификации для преподавателей, преподавания во время кризиса или кризис преподавания. Эта программа состоится с 25 апреля по 20 мая и, конечно же, будет завершаться предоставлением сертификата на 72 академических часа тем, кто ее успешно закончит. Для членов Modern Education and Research Institute по традиции эта программа является бесплатной. Подробная информация и регистрация находятся по ссылке в описании к данному видео. Мэри означает «счастливый». Должно же в этой жизни быть что-то счастливое.